Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия всем! Мы все глубже и глубже погружаемся в свои внутренние миры. Мы все глубже и глубже взаимодействуем с высокими частотами. Как мы это делаем? Мы освобождаем себя от чего-то старого, что нам уже не нужно. Может это гнев, может это обида, может это противостояние, может это то, что я сам себе в чем-то не нравлюсь. Все это работает. А сегодня я хочу вас познакомить с эмпатией. С ее признаками. И как мы можем еще более полноценно общаться с собой. Итак, 15 признаков того, что вы эмпат. Кто такой эмпат? Эмпат. Слово эмпатия. Это тот, кто чувствует эмоции и чувства других. Это не когда вам кажется, что могут чувствовать другие люди. И не когда вы думаете, что могут чувствовать другие на основе психологии или НЛП. Эмпат – это человек, который родился со способностью видеть ауру других или развил в себе эту способность и испытывать чувства окружающих, как свои собственные. Большую часть времени это происходит на бессознательном уровне. Эмпат знает, что такое быть другим человеком. Эмпатия – это большой подарок, если знать, как правильно этим пользоваться. Но до тех пор, пока вы не научились управлять и контролировать это, вы будете как губка впитывать чужие эмоции и испытывать их как свои собственные и бесконтрольно. Множество людей являются эмпатами, даже не подозревая об этом. Давайте посмотрим, какие существуют признаки эмпата. Первое. Вы чувствуете страдания во всем мире в крупных масштабах и желаете как-то помочь миру. Второе. Вам трудно смотреть на чужую боль, потому что вы ощущаете ее как свою собственную. Третье. Вам тяжело смотреть тревожные новости, потому что вы ощущаете все страдания как свои собственные и потом очень долго не можете от этого отвлечься. Четвертое. Вам трудно полностью осознавать свои собственные чувства. Когда вы разговариваете с другими людьми, вместо этого вы ощущаете эмоции и чувства того, с кем разговариваете. Вы знаете ответы на все их жизненные вопросы, но только не на свои. Пятое. Вы застенчивы. Эмпатия может сделать человека застенчивым, потому что эмпат хорошо знает, что чувствует другой и что он хочет. Шестое. Вы всегда говорите «да» людям на все их вопросы, просьбы и требования, почти машинально, даже не думая о том, а хотите ли вы этого на самом деле. Когда вы будете настолько погружены в опыт другого человека, зная, что ему нужно, как вы можете сказать «нет». Это только потом вы понимаете, что забыли про себя и собственные нужды. Седьмое. Вы забываете о своих потребностях и служите другим за свой счет. Восьмое. Вы можете любить на расстоянии так же, как если бы любимый человек был рядом. Девятое. Вы чувствуете глубоко близость с природой, животными и растениями. Десятое. Вы чувствуете ответственность за то, что другие люди чувствуют, и пытаетесь им помочь чувствовать себя лучше. Одиннадцатое. Взаимоотношения и дружба для вас слишком тяжело воспринимаются. Двенадцатое. Вы позволяете себе быть отдушиной для людей, чтобы они могли сбросить на вас свои эмоции. Двенадцатое. Тринадцатое. Когда вы чувствуете или смотрите фильм, вы очень эмоционально переживаете и идентифицируете персонажей с самим собой. И для вас не важно, что они нереальны. Четырнадцатое. Вы забываете веселиться и радоваться жизни. Четырнадцатое. Эмпаты, как правило, глубоко духовные люди. Потому что дар эмпатии позволяет ощутить единство всего бытия. Если вы находите в себе большую часть вышеперечисленных признаков, то можете ли вы контролировать, чьи эмоции чувствовать? Можете ли управлять своим «даром», включая его только тогда, когда вам это нужно? Это сделает жизнь намного легче. Ссылку даю. Посмотреть можно несколько раз этот ролик. Многие из вас найдут себя в этих пунктах. И вот сегодня, те, кто будут смотреть этот ролик, 11 число, вы можете очень хорошую программу запустить для вас. Я хочу сказать, что я здесь и сейчас создаю программу, в которой я всегда, в любую секунду полностью управляю своей эмпатией, своими чувствами. Мои чувства полностью управляемые мной. Многие из вас только начали чувствовать. Другие уже развили это чувствование в себе. Мы все находимся на разных уровнях восприимчивости. И чем глубже вы чувствуете, чем глубже вы воспринимаете, тем больше вы должны взять свою эмпатию под свой собственный волевой аспект. Вроде просто. Остается только это натренировать. Просто натренировать. Через свое внимание. Натренировать в себе способность всегда управлять своими чувствами, эмоциями, реакциями. Но это именно через свое собственное наблюдение, через свое собственное желание и волевой аспект. С вами. В управлении. Своими чувствами. Своими эмоциями. Своими восприятиями. Своими чувствами. 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 Продолжение следует...